Геннадий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Уже опубликован указ президента о проведении выборов в Государственную Думу шестого созыва. Как правило, и так всегда, выборы парламентские это исторически очень важный момент для нашей страны. Но сейчас появляются комментарии политиков, политологов, которые называют эти выборы не иначе, как судьбоносными. Какое вы значение придаете предстоящим парламентским выборам? Николай, я с этими оценками абсолютно согласен. Вот мы подготовили газету. 20 лет так называемых либеральных реформ России. Можно посмотреть, чем они закончились для каждой отрасли. Начиная с промышленности, села, сельского хозяйства. Это спецвыпуск. Спецвыпуск. Причем большой. 5 миллионов тираж. Я надеюсь, что каждая семья внимательно прочитает. Мы подползли к черте, переступив которую, Российская Федерация разваливается так же, как в 1991 году развалилась советская страна. Для всех, для нас это будет не просто трагедия. Загнали в тупик. Два года назад на Ярославской конференции, она сейчас, вот сейчас этот форум снова состоится. В прошлом году вы участвовали в Ярославе. Я во всех участвовал и в этом буду участвовать. Ну там собираются умнейшие люди, интереснейшие беседы, крупные ученые, государственные деятели. Но меня потрясло на одном из заседаний следующее. С одной стороны, Медведев сказал, что страну загнали в тупик впервые. Что она требует срочной модернизации. Что спекулятивная модель не годится. Что крайне важен набор новой команды, способной решить очередные задачи. Что исключительно эффективно надо бороться с коррупцией. Все согласен с этим, правильно. Но потом, когда открыл бюджет, который принесли на три ближайшие года, ни одной идеи, которую он там высказал, не было подтверждено статьями бюджета. Даже на модернизацию, которую он предложил, выделили крохи. На леса, которые выгорели, провзают выгорать. Всего леса, землю и поля. 1% расходной части бюджета. Все идиоты знают, надо минимум 10-15. Советская сторона тратила 20, американцы в прошлом году тратили 24, Европа треть и так далее. С другой стороны, сейчас новая волна кризиса. И причем мы от нее не увернемся. Америка лихорадит. Европа, имея огромный потенциал, не может залатать финансовыми заплатками ни проблемам Греции, ни Португалии. Впереди еще не вечер. А мы к этой волне походим еще более ослабленными. У нас в этом году финансовые спекулятивные операции вложены в 10-12 раз больше, чем в основном производство в реальные секты. А в прошлый, когда кризис был в 2008 году, в 4 раза больше. А сейчас 12. В основном играют в деньги, но не развивают свой производство. Вот только что смотрели МАКС. На линейке 240 самолетов. Ни одного нового изделия за последнюю эпоху. Хотя наши истребители, мы гордимся, бомбардировщик Ту-160 по-прежнему остается лучшим в мире. То, что новое сделали талантливые ребята, не попадает в финансирование. Ни Кудрин, ни Чубайс не собирается с этим заниматься. Я завершаю. Поэтому, или мы в ближайшее время ответим, особенно в ходе выборов, на все эти вопросы. Мы подготовили программу вывода страны из кризиса, модернизации, развития промышленности, трех главных отрасей машиностроения, приборостроения и электроники. У нас за последний год рухнуло 4 космические системы. Точнее, 4 полета оказались неудачными. 25 миллиардов рублей потеряли из 90, которые на космос выделили. Если бы мы эти деньги вложили в развитие электроники, у нас вся элементная база уже иностранная, этих безобразий бы не было. Вот в целом требуется изменение курса, качественное решение, срочное решение целого ряда проблем. А это новый курс, новая команда, новое финансирование, новый порядок решений и исключительная ответственность. Мы подготовили такого рода программы и готовы их реализовать, да, обязательства своим избирателям. Действительно, выборы и в Думу и президентские абсолютно судьбоносны. Геннадий Андреевич, Вы уже широкий круг вопросов очертили. И я обещаю, что мы поговорим отдельно и о второй волне кризиса, чтобы Ваш комментарий услышать на эту тему и о том, как авиапром поднимать. Но пойдем по пунктам от частного к общему. Мы так на телевидении... Нет, с удовольствием. Меня просто Вы задали такой большой вопрос, ключевой. Почему? Судьбоносный тем более. Одной фразой это не ответил. Ваш заместитель, Иван Иванович Мельников, уже сказал, что задача для Компартии на этих выборах предстоящих набрать 30% голосов избирателя. Это значит около 100 мест в Государственной Думе, в Нижней Палате Российского Парламента. Ну вот, если взять историческую справку, специально посмотрел данные, то вот что мы видим? Фракция КПРФ второго созыва, это 96-й год, насчитывала 149 депутатов. Фракция КПРФ третьего созыва, 95 депутатов. Четвертый созыв, 51 депутат. И нынешний пятый, 57 депутатов. Что, получается, Вы всерьез рассчитываете преломить эту тенденцию к уменьшению численного состава фракции? Насколько это возможно? Мы ее уже переломили. На местных выборах в октябре, прошлой годы и в марте. В марте мы обыграли Единую Россию почти во всех городах. Там, где нам удалось по пять человек направить контролерами на участки, там, где мы уберегли свои голоса, там, где их не всыпали в одну урну, как это было у Меркушкина в Ордовии, там у нас хороший результат. Вот рядом Нижегородская область, по ней, как правило, замеряют результаты европейской территории, а по Красноярскому краю, Сибири и Дальний Восток. В Нижнем Новгороде мы получили 30%. В Арзамасе Нижнего Новгорода 55% на 27% в нашу пользу. Рядом Тверская область, довольно индустриальная, развитая. Мы во всех городах почти одолели Единую Россию. В Новосибирске я только что вернулся оттуда, нас поддержали все, от Академгородка до промышленно-производственных коллективов, и мы там из шести мандатов пять выиграли одномандатных у Единой России. Тенденция изменилась. Весь вопрос в том, почему она изменилась. Ну, некоторые надеялись 10 лет назад, что Единая Россия во главе с Путиным сумеет выйти из вороватой грязной Ельцинской колеи. Не только не вышли, мы все видим, что это превращается. Поэтому Единую Россию сейчас решили снова прикрыть так называемым народным фронтом. Это не народный, это Рублевский фронт. Ничего общего с народным интересом не имеют. А вот эти названия, кто дает? Это ваше выражение? Рублевский фронт? Имейте в виду, это народное мнение. Ну, когда спросили, а на какой народ он рассчитывает? В стране, если взять 100 человек, 2 получают от 50 тысяч рублей и выше. 80 получают от 4 тысяч до 17. Отнимите квартплату, коммуналку, возросшие цены на лекарства, еду и многое другое, и вы просто ахнете. Это нищенское существование. Неужели они будут голосовать за блок, который выражает интерес олигархии, за партию, которая за 10 лет не сумела обновить ни одной отрасли, все продолжает стареть и вишать, где практически разрушены все базовые отрасли. Сейчас добрались до авиации. Я, например, никогда с таким настроением приезжал с Макса. Я за 20 лет был на всех 10. Можете себе представить? Ни одного нового изделия за 10 лет. Т-50 вам показывают, но он был сделан 20 лет назад, и он вообще пока не летает. Он пустой. Под него нет соответствующего вооружения. Ведь по гражданской авиации уничтожили всю линейку самолетов. Для страны под руководством Единой России в прошлом году дали 8 гражданских самолетов, а мы производили 1500 летательных аппаратов в год. Закупили черти сколько Боингов, в основном и аэробасов поношенных. В стране упало больше самолетов и вертолетов, чем произвели на своих заводах. Вся линейка средних, средних магистральных, вся выбита. Страна нуждается в обновлении авиационного парка. Тысячи самолетов она перестала для себя делать. Что, кто-то проголосует за этот курс? Я только что опубликовал открытое письмо Медведеву с Макса. Подвел результаты по всем, включая, мы подготовили СНК-93, прекрасный двигатель. Никто не хочет им заниматься. Он не хуже иностранных, он экономичнее. Он прошел блестящее испытание. Я показал на встрече с президентом фильм об этом двигателе. Проходит несколько месяцев. Никто палец не стукает. У меня в Орле была уникальная промышленность. Лучший в стране электронный завод. Лучший стелепрокатный завод. Шикарный часовой завод. Завод приборов, который делает регулирующую аппаратуру на все холодильные установки. От домашнего холодильника до атомной станции. Вот пытаюсь спасти последний, не убитый еще завод. Ходил к президенту, писал к премьеру. Разговаривал с Христенко. Охрипли уже. И все равно душат завод. Если его задушат, оказывается, мы будем зависеть. Все от вашего холодильника до атомной станции, опять от иностранных поставок. Ну скажите, разве нормальный рабочий инженер, ученый, специалист может проголосовать за дальнейшее продолжение этой политики, которая уничтожает все базовые производства? У нас миллион километров трубопроводов, которые питают дома, больницы и так далее. 700 тысяч гнилий. И не модернизируются, не обновляются. Ну разве можно за это голосовать? Ну почему? Кудрин сидит 10 лет и не желает ничего сделать, чтобы поддержать свое сельское хозяйство. Половину продукции чужой, абсолютно. Причем не первого сорта и не лучшего качества. Наша земля может кормить 700-800 миллионов человек великолепными продукциями. Это может быть лучшая статья дохода. Лучше, чем нефть и газ вместе взятые. 41 миллион гектар земли выведены из оборота и зарастает бурьяном, чертополохом. Уже кое-где сина и береза в руку толщиной выросла. Вот завтра придется вам тяжелыми тракторами вырубать и пробегать. И, ко всему прочему, Россия, так же, наверное, как и Казахстан, это немногие страны на планете, которые действительно могут увеличить площадь посевов в несколько раз. Ведь у других нет этой возможности. Геннадий Андреевич, хочу вас спросить вот о чем. Действительно, сейчас, после экономического кризиса, ситуация сложная. Действительно сложная. И поэтому ваша критика, она, наверное, воспринимается иногда на подготовленную тему. Это желание помочь и решить. Но мы подготовили реальную программу паритета цен в сельском хозяйстве. Готовая блестящая программа развития сельхозможного строения. Я на тракторное строение ходил, доказывал, премьеру и всем. Ну что вас сдерживает, скажите? У вас 4 тракторных завода. У Лукашенко один. Он на одном произвел в прошлом году 50 тысяч тракторов, в 72 страны мира продал. Вы на 4 произвели 1600 тракторов и 6 тысяч собрали из узлов Лукашенко. Кто вам мешает производить хорошую сельхозтехнику? Вы же оставили деревню без своей техники. Геннадий Андреевич, все-таки, вот учитывая, что ситуация такова, на какой процент голосов в Новой Думе 6-го созыва вы рассчитываете? Вот если нам удастся, удастся донести свои предложения, то уверяю вас, за нас проголосует большинство. Наша задача, исключительная важность, уберечь голоса в урнах. И примерно 100 тысяч надо 5 человек послать на каждый участок. Мы только вот за лето провели 41 семинар с молодежью. 100 тысяч молодых людей готовим, чтобы они жестко контролировали в рамках закона честное соблюдение выборов. Вот президент сейчас подписал указ и прямо сказал, давайте все сделаем, чтобы не воровать голоса и не применять административный лом. И что мы видим? Приезжаю, а мне по секрету говорят, теперь главный помощник по выборам Володин сидит у Путина. Он в свое время, в Саратове были самые грязные выборы на его родине. Я недавно передал президенту все факты нарушения. Там просто полный мрак. Воровали, подтасовывали, убрасывали. Ну полный мрак. Ну если этот мрак сейчас притащит на очередные выборы, а уже дают задание. Да и что такое задание 70% для фронта и партии власти набрать в условиях кризиса, когда мы провалились глубже всех в яму этого кризиса. Мы глубже всех. И двадцатки последние, в брики последние, средний нефти добывающий там последний. Что такое набрать 70% когда у вас производство совершенно не работает, каждую неделю падают самолеты и вертолеты, бесконечные аварии, дикие коррупции, рост цен, уже бензин и солярка за 25 рублей залезли, а то и больше. Кто будет голосовать за партию, которая привела к такому результату? Какие 70%? За Мубарека проголосовали за полгода, как его свергли, и начались беспорядки в Египте. 80% но ни один человек в Египте не верил, что такое результат. Не один, уверяю вас. Я бывал там не раз. Геннадий Андреевич, а насколько вот это время... Нас эта команда толкает к такому варианту. Она может действительно вот этой ситуацией воспользоваться. Но если все так, как вы говорите, в общем-то ситуация создается, наверное, благоприятная для действий вашей партии. Но есть ли силы? Потому что, обратимся к статистике, 99-й год, численность коммунистов около полумиллиона человек. Сейчас все-таки менее 200. Вот есть ли эти силы, и есть ли это время, которое сейчас работает на вас, в действительности? Вот вы привели пример. За эти 10 лет, допустим, председателя партии судили не одну сотню раз. Штрафовали не на одну сотню тысяч рублей. Запрещали, преследовали, угрожали и прочее. Мы ответственные люди. Мы заботимся о своих членах. Да, вы правильно говорите, около 200 тысяч. Но у нас 6-7 миллионов, кто всегда за нас голосует, нас поддерживает, участвует в акциях. Это называют теперь сторонники партии. Их с каждым днем становится все больше. Кто нас поддерживает? Мы только по ленинск-сталинскому призыву в последние полтора года приняли партию почти 30 тысяч человек. Вы придите, посмотрите на наших комсомольцев и пионеров. На Красной площади в этом году мы в День пионерии повязали 4 тысячи галстуков. Еще недавно никого не было. Вы придите, посмотрите наше народное ополчение. Кто это? Это люди честные, искренние, мужественные, храбрые, которые ополчение подняли прежде всего для того, чтобы одолеть коррупцию, одолеть преступность, справиться с проблемами и трудностями, не дать разворачивать голоса, и чтобы в стране утвердился нормальный закон, элементарный порядок. Мы действуем в рамках закона, но люди устали. Новое движение объявилось, жут. Вы слышали? Жители городов устали терпеть. Это в Новосибирске, в Омске. Они устали терпеть. Они говорят, сколько можно над нами издеваться. Почему, собственно говоря, несмотря на все эти проблемы, партия власти ничего не делает для того, чтобы их решить? Другой вопрос. Вот идите сейчас в любую аудиторию, и любой спросит. Вот сидит Христенко 20 лет. От машиностроительного комплекса в стране ничего не осталось. Приборостроение удушили. Электронику порушили полностью как класс. Сейчас добивают авиацию и космос, по сути дела. Почему он сидит 20 лет? Каким образом и зачем его Путин держит? Или вот сейчас возьмите два закона, мы идем. Сейчас на съезд с двумя законами дополнительно. На сессию. Наш закон о выборе, выборы. Наш закон о образовании для всех. И закон партии власти. Ну, почитайте ту лажу, которую Фурсенко принес в страну. Это закон о дебилизации страны. О кончательном разрушении русского и советского образования. Наш закон готовили лучшие люди. Готовил Нобелевский город Жарец, Алфеоров, Мельников, один из лучших специалистов в области образования. Смолин, талантливый человек. Его вся педагогическая общественность знает. Готовила Притнева, Станина. Почитайте нашу программу детства. Защита детства, поддержка детства, помощи детства. Мы ее завтра реализуем. Поддерживают нас граждане на выборах. Мы проведем у нас все проекты законов по всем базовым вопросам. Готовы. Завтра можно принимать. Мы их носили и по лесному, по водному, по земельному кодексу. А посмотрите, жилищный кодекс. Он же лишил права полстраны иметь нормальное жилье. Он все свалил на жителя, на гражданина. От ТСЖ, где в основном коррупция и бонетизм, до ремонта подъездов и кроли домов. 40% граждан живут в жиле хрящевской эпохи. Кто на такую зарплату отремонтирует это жилье? Задайте еще один вопрос. С этим понятно. Не могу вас не спросить. Мы вернемся к этому. Нет, один еще вопрос. Мы вернемся к этому. Не могу вас не спросить о предложении, которое прозвучало от «Справедливой России» устами Николая Левичева. объединяться для того, чтобы идти единым фронтом. Насколько это вероятно теоретически? Понятно, что практически много может возникать вопросов, разногласий. Но теоретически вы допускаете, что возможно объединение сил оппозиционных? Мы 15 лет создали народно-патриотические движения. 200 организаций входят. Посмотрите на нашу фракцию. Она олицетворяет давно сложение этих сил. ЖРС Иван Шалферов не член нашей партии. Он в свое время был в партии власти в их доме России. Пришел, знаете, что заявил? Я не могу там находиться. Никто не голосует за детей, женщин, образование и науку. К нам пришел. С удовольствием работает и готовы дальше активно сотрудничать. Великолепно трудится во фракции во имя науки и образования. Комоедов, командующий Черноморским флотом, пришел и сказал, «Не могу смотреть, как добивают легендарную армию. На Черноморском флоте нет ни одного корабля моложе 20 лет. В речном флоте утопили вместе с пашажирами Булгарию». Ну, вам обязаны были сказать, премьер, что в стране сегодня из 100 кораблей, только два, которые плавают по рекам, моложе 20 лет. Но если вы ничего не делаете, пришел к нам, работает во фракции. Харитонов возглавлял Аграрный союз, блестяще работает во фракции. Дважды герой Савицкий, не член КПРФ, работает во фракции. Смолин, руководитель обществом знаний и так далее, работает во фракции. Мы давно сформировали широкий блок государственно-патриотических сил и предлагаем, приглашаем, идите, мы поддержим, поможем и так далее. Что касается господина Левича. Когда он об этом сказал, я ответил. Мироновцы и Левичев, следовательно, подписали договор с Грызловым. Договор о распределении мест и полномочий. Я их спросил, вы расторгли этот договор? Вы же обязались обслуживать Единую Россию. Второй вопрос. Они голосовали за Путина и его правительство. Мы никто не голосовал. Вы отказались от того курса, который проводит этот договор? Они поддерживали многие бюджетные послания того же Кудрина. Вы отказались от этой политики и готовы наши поддерживать? Мы сейчас проводим народный референдум. 6 миллионов человек поставили подписи под 8 главным вопросом. Что это за вопросы? Национализация минеральной сырьевой базы, без которой мы не сумеем отремонтировать полузгнившую инфраструктуру страны и обеспечить нормальное здоровье и качественное образование. Второй вопрос. Нужно вводить срочно прогрессивный подоходный налог. У нас единственная страна, где 13% с нищего библиотекаря, учителя и врача и с олигарха. Вы готовы принять это наше предложение? Третий вопрос. У нас 40 тысяч человек отравили паленой водкой за прошлый год. Одной только водкой. Вы готовы ввести государственную монополию на это изделие, чтобы страна получала огромные доходы. В царское время получала 30-35 рублей и сотни. В советское 25-30. Сейчас получает 80 копеек. Вы готовы, господин Левич? Если не готовы, то да. Каким образом объединяться? Во имя чего? Во имя того, чтобы еще раз обмануть избирателей? Мы их ни разу не обманывали. Или этот фронт, он же создается для того, чтобы еще раз одурачить избирателя и так далее. Ну, я слышу Жириновский за бедных и за русских. Он же никогда не голосовал ни за бедных, ни за русских. А национальная тема становится исключительной важностью. Это русские самые крупные меры. То есть вы объединяться не будете на этих проблем ни с кем? Если они готовы, мы готовы сесть, провести серьезные переговоры. Готовы. Но вот наши конкретные решения, наши обязательства, под которыми поставили подписи все государственно-патриотические силы, которые входят в наш блок и в штаб протестных действий. Готовы. Если господин Левич его поддерживает, давайте. Но ему никто не даст из Кремля это сделать. Проект Мироновский? Это кремлевский проект. Или вот сейчас Единая Россия праймерис проводит. Обсуждаю президента, Грызлов рассказывал. Но я прежде всего предложил, вы найдите русское слово. Что ж вы в России уже по-английски предлагаете нам и выбранную компанию строить. Предлагает партия, которая 10 лет от роду. Нам более сотни лет от роду. Мы прошли все испытания и знаем и так далее. Я изучал подробно всю американскую систему и европейскую. Это обычные первичные выборы. У Америки такая традиция, в Европе другая. Это назовите первичные выборы. Какие выборы были у Единой России первичные? Назвали, пошумели два месяца. Это не выборы первичные. Мы выборную компанию ведем с февраля месяца. Каждого, кого предложили, 6-8 раз обсуждали. Первичка, открытые собрания. Любой приходит с поселка, деревни, с улицы, с коллектива. И каждый вам задаст вопрос. А годится? Не пройдет ни жулик, ни наркоман, ни вор. Не пройдет. Ничего вы не сделаете. И никому рот не заткнете. Проголосовали. В район подали. Опять собрались, обсудили, пригласили, выслушали. Наказы дали. Еще раз. Шесть ступеней. Вот на съезде еще раз будем голосовать за каждого. Через наше сито 1700 человек прошло. 670 осталось. То есть, по сути дела, вы те же праймеры или первичные выборы проводите? Мы первичные выборы провели во всех деталях. Борис Грызлов на встрече с президентом заявил, что Единая Россия готова внести поправки в закон о том, чтобы сделать это постоянно. Вы будете поддерживать или нет? Я уверен, что они от этого откажутся. Ну, во-первых, я господину Грызлову хочу сказать, когда вы сядете на нормальные дебаты, почему вы все время уклоняетесь от политического соперничества? Ведь демократия – это прежде всего представление команд, личностей и программ. Сядьте, мы вот приглашаем обсудить закон об образовании. Вот приглашаю через вашу программу официально. Чему не бояться? Не хотят. Я приглашал Ельцина, Путина и Медведева. Приглашал на открытые дебаты. Почему в Европе проводят, в Америке? Почему они все уклоняются? Поэтому не им другие партии учить. Почему они не отказались от того, что Меркушкин сыпал все голоса в одну урну и отдал Единой России? Я в прошлый раз выступаю, думаю, я сказал, вы же позорите себя. Себя, выборы. Я бы этого губернатора наутро выгнал бы. Сказал, что ты делаешь? Что же это профанацию? Почему ноги вытираешь от своих жителей? Почему не уважаешь людей? Почему заставляешь счетные комиссии избирательные, там, на половину педагогов? И они почти сплошь и рядом школах. А их превращают в жуликов и казнокрадов. Они воруют голоса и суют их в урну Единой России. Ведь тысячи фактов зарегистрированы. Геннадий Андреевич, вопросов еще к вам много. Поэтому давайте пойдем по пункту. Пожалуйста. Правое дело, ваш комментарий. Все-таки появился новый игрок. И по разным комментариям разных политологов есть шансы прохождения в Думу 6-го созыва. Как вы считаете, насколько для вас это реально серьезный конкурент? 7% преодолеть нет никаких шансов. Один, ну два, два с натяжкой. Откуда? И какие голоса туда пойдут? Прохорову, миллиардер. Открывайте и смотрите по форму, там, 17 или 18. Откуда? От Норильского, Никеля или еще откуда? Кто его строил? Строила вся страна. Почему несколько кланов захватили? Все металлы, весь алюминий, весь газ, всю нефть. Ну, с какой стати? Назовите мне еще хоть одну страну в мире, где есть такие порядки. Нигде нет. Коэффициент олигархичности в Америке 5, по-моему. А у нас чуть ли не 20. Предлагают, что 60-часовую рабочую неделю. Ну, да, всю жизнь люди боролись за 8-часовой рабочий день 300 лет. Предлагают пенсионный возраст 65 лет. Ну, назовите мне в стране, где мужик до 60 лет в основном не доживает, чтобы кто-то сознательно проголосовал за эти результаты. Будут выкручивать мозги, уже портреты. Кругом не глянешь, его и Жириновского. Не знаю, кто им сколько денег надавал. Ну, Прохорову есть нам деньги. Ну, с какой стати простой учитель, врач, рабочий, инженер, ученый, домохозяйка будет голосовать за это? Вот с какой? По какой нужде большой? Что он предложил национализировать минеральную сырьевую базу? Никогда. Что он предложил ввести прогрессивный налог? Пока молчит. Что он поддержал наше предложение о том, чтобы в землю леса и воды вкладывали значительные средства? Нет. Он бы унес предложение по иностранному партнерству разрешить голосовать. Да, из страны вытолкали, убежали, миллион двести пятьдесят тысяч. Только за последнее время. Ну, надо дать им возможность голосовать. Ну, все равно, там и пятью процентами не пахнет. То есть, нет. Теперь, запомните, это и всем говорю, в России никогда не было правой страной. И никогда не будет. Россия держится на сильном государстве. А они государство сделали сторожем при чужой собственности. В Америке собственность государственная 32%. В Англии почти 40%. В Китае 66%. А у нас здесь осталось и последней крупнейшей компании выставлены на распродажу. В России всегда была левая идея справедливости. От них справедливостью и не пахнет. Вот даже толиком не пахнет. Россия всегда была коллективистской страной. Они все коллективные хозяйства, от производственных коллективов до кооперативов, все почти порушили, предложили фермеру, и того задушили непомерными ставками, ценами на солярку, бензин и так далее, и налогами. Россия всегда отличалась высокой духовностью. Они рушат лучшие в мире систему образования, и над нее ноги вытирают. Их детки учатся там, дача их там, яхты их там, и так далее. А сюда они едят как на шабашку, эксплуатировать наши недры. Теперь предлагают, давайте сюда затаскивать иностранцев. Пусть иностранцы, я не против кооперироваться с иностранцами. Но китайцы затащили 700 лучших фирм, но ни на одном предприятии не отдали золотую акцию, контрольный пакет. Если англичанин на совместном предприятии увольняет начальника цеха, то назначает его только китаец. А это деньги там, детки там, а суда что? Болячки, горящие и неограниченные миграды. Что вы думаете, за это будут голосовать? Будут очень упорно тащить за уши. Уже, я думаю, разнарядку дали, особенно по югу России. Но я бы хотел, чтобы юг России сто раз подумал, прежде чем сегодня. Вот я советую любому руководителю, от Адыгеи, Чечни до Дагестана, поднять и попросить спецслужбы. Принесут все материалы по Египту, Ливии, Иордании, по всем. Пусть внимательно посмотрят. У нас ситуация похлеще, чем там. Если зашумит, никакой ОМОН, никакой спецназ и никакая дивизия с этим не справится. Геннадий Андреевич, сверхзадача партии, компартии, ну как написано в вашей программе, это построение нового социализма. Вот все-таки поясните, что должно представлять собой вот это вот идеальное общество, и не является ли все-таки это неким новым витком того, что уже было. Потому что красивая идея во главе, и все-таки в 91-м году распад вот такой мощной страны. И действительно, это предмет переживаний очень многих людей, которые поддерживают коммунистическую идеологию, не поддерживают. Но то, что союз распался, это действительно боль очень многих людей. Вот новый социализм. Чем, по сути дела, отличается от той красивой идеи, которая уже была у нас однажды? Имейте, Николай, идея справедливости, духовности, знания, открытия, она движется всем человечеством. По сути дела, первым коммунистом был Иисус Христос. За кого он заступал? За сирых, за бедных, за страждущих. Он написал, высказал знаменитую Нагорную проповедь. Откройте, почитайте. Я в Библии очень глубоко изучал, и Коран тоже. Положите рядом Кодекс строителя коммунизма и Нагорную проповедь Иисуса Христа. Наши предшественники на 100% списали с Нагорной проповедь. Кстати, написали не лучше, Нагорную проповедь лучше написана, более духовный язык. Открывайте послание апостола Павла Писесолоникийца. Вы ахните, там написано, кто не работает, тот и не ешь. Главный лозунг коммунизма. Изменили одно слово, по-моему, только. Человечество давно осознало, что лишь борясь за справедливость, уважение к человеку, труда, высокое знание, можно достичь прогресса. На разных витках решались задачи по-разному. Была эпоха потрясающего возрождения. Были и самые светлые умы, головы, которые строили прожекты городов Солнца и так далее. Маркс и Энгельс открыли величайшие законы периодичности кризис капитализма. С жесточайшей подробностью повторяется каждые 10-15 лет. Убийством СССР оттянули на 10-15 лет. В 2008 году грохнула вся эта система спекулятивного капитализма. И сейчас не знают, как это отладить. Сейчас весь мир мечется, ища ответ на этот главный вопрос. Ответ капитал не нашел. Он не хочет делиться. Он не хочет обуздать свои алчные аппетиты. Не случайно Саркази и Меркель сбегаются, пытаются надеть наморник на этих самых, на банкировых. Не случайно Строскану устроили провокацию. Он впервые из крупных деятелей заявил, что старый вашингтонский консенсус рухнул. Надо искать ответы. Но искать ответы на пути справедливого распределения дохода, а не присвоения узкой кучкой. Сегодня на планете каждому четвертому не хватает куска свежего хлеба и стакана чистой воды. Что это означает? Это означает, что в прошлом году уже прорбушевало 40 бунтов, голодных бунтов в странах. С каждых 5 лет цена на чистую воду будет удваиваться. Уже нынче на парижском рынке цена на чистую воду, чистую пресную воду, дороже, чем на отборный бензин. Это означает, а уже половину нефти и газа стопили, или мы выработаем новую систему отношений, более справедливую, или планета обречена. Вот какой вы. Вот вообразите, завтра вы просыпаетесь, ни одной колонки, нет заправиться, негде самолеты не летают, трактора не пашут, машины не движутся. Мы возвращаемся не просто в Средневековье. А ведь перспектива очень близка к этому. Ведь все, что делают американцы от Кувейта до Ливии, одна и та же задача. Максимально подчинить своим интересам нефть и газ. Максимально придушить тех, кто этому мешает собственно. Ливия была самой благоустроенной и самой богатой страной. Там, кстати, всем гарантировали бесплатное образование, хорошее жилье, да и покупку машины. Но решили придушить, подчинить себя. В этой связи ответ есть один. Или завтра государство будет более эффективным, справедливость будет действенной, образование более качественное, техника более доступной. Или мы все обречены. Вот сейчас между этим мечется. То, что я назвал первым, это и есть обновленный социализм. Наша задача, если бы в СССР пошли по пути Горбачев с своей комарилией и Ельцин с своей пьяной командой, пошли бы по пути не развала и уничтожения страны. Они не любознательны были, они малограмотны были. Они мало читали и плохо вглядывались в существо процессов. Ведь Европа уже складывала потенциалы. Французы и немцы между собой 500 лет воевали, понимали, что надо складывать, иначе они конкурентоспособны. Чтобы быть конкурентоспособным, надо минимум иметь 300 миллионов человек. Мы без объединения России, усилий Белоруссии, Украины, Казахстана не будем в этом мире уже ни с кем конкурентны. Или мы складываем, и с нами будут все считаться. Никто не покушается на ни за летность и суверенитет. Почему Китай, вы говорите, СССР, СССР принесли в жертву, предали и продали. Но Китай-то занял наше место. Красный коммунистический Китай 30 лет показывает самые высокие темпы в мире. И Китай вытаскивает всю мировую экономику в этих условиях. Вытаскивает. Тяжело, сложно, но вытаскивает. Геннадий Андреевич, а какой главный вывод ваша партия все-таки делает? Николай, очень важная одна идея. В чем секрет успехов Китая, Дэн Сиапина и последующих руководителей? Они сумели соединить идеалы социализма и справедливости, так и написано, маркетин-ленинизм и социализм китайский список, с современным научно-техническим прогрессом, государственное регулирование довольно сильное, с возможностями рынка, новой технологией и подготовкой своих специалистов во всех лучших школах и университетах мира, но вернули их в свои и дали колоссальный результат. Вот наша задача найти правильное соотношение коллективной долевой, частной формы собственности и народных предприятий. Народные могут оказаться самой эффективной. Вот поиск этой пропорции, плюс разумное распределение дохода и богатства, плюс поддержка всех умных, талантливых людей, кто хотел бы трудиться и жить в стране, это задача сложная, но решаемая. Это и будет обновленный социализм. Мне кажется, что для многих зрителей остается следующий вопрос принципиальным. Компартия была единственной партией Советского Союза, и власть была в руках Компартии. Сейчас вы во многом правоприемники той партии советского образца, которая существовала в 90 лет. Какой все-таки главный вывод ваш из предыдущего опыта? Потому что это все было, но вы это потеряли. И теперь вы боретесь, по сути дела, за эти тезисы, которые существовали ранее. Во многом есть в вашей риторике желание восстановить то, что было тогда. Все-таки каков главный вывод? Ну, во-первых, КПСС не была просто партией. Система государственного политического управления, которая формировалась в экстремальных условиях. КПСС 20-х и 30-х годов отличалась во многом от КПСС 50-х и 60-х. В партию победителей вступали самые храбрые, мужественные, умные. Мы в 58-м году в Брюсселе на всемирной выставке вокруг нашего павильона весь мир ходил открыл рот. Они видели первые спутники, первые атомные станции. Они видели, машина наша «Волга» получила гран-при, была признана лучшей легковой машиной мира. А наш первый самоходный комбайн был признан лучшей машиной и тоже получил золотую медаль. Это все было и КПСС, и советская власть. Потом стали дряхлеть, склерозом покрываться. Верхний эшелон руководства оказался не сменяем и не обновляем. Это и привело к закупорке и появлению таких, как Горбачева, Ельцина и все остальные. Трижды в России, я писал даже большую статью, три смуты в России, как они назывались. Трижды споткнулись об один тоже порог, который называется преемственность власти. Надо было демократизировать, прежде всего, КПСС, привести более талантливое молодое племя. Было гигантское море людей, талантливых инженеров великолепных. Инженеры с золотой головой 140 и дурак 120. Вот на этом прогорели. Теперь есть возможность поправить, есть уникальный опыт. И свой, и европейский, и китайский. Мы, кстати, я не за однопартийную систему. Я считаю, в России будет левоцентристская сильная власть. После дефолта всего один год была такая власть. Примаков, Масляков, Яращин и так далее. Они опирались на мудрость, опыт, знания. И одновременно проводили более справедливую и взвешенную политику по отношению к человеку труда. И они сумели оттащить страну, которая уже носки свесила в эту самую пропасть, от края этой пропасти. Я уверен, что Россия будет успешно развиваться. Если она возьмет все лучшее, передовое, из своей истории, из мировой практики. И одновременно будет опираться на высокую духовность, чувство коллективизма, исключительно классное образование и заботу о детях, женщинах и стариках. Мы предлагаем такой вариант. Геннадий Андреевич, а сколько, каков сейчас процент молодежи в современной компартии? Приглашаю вас, Николай, на любое мероприятие. На всех мероприятиях примерно половина молодежи. Мы сейчас удивляются. Молодежь идет охотно. Кстати. А есть статистика партийная? Есть. Из 100% ваших членов вашей партии. За нас голосуют, если посмотреть, работающие, думающие и образованные молодежи. За нас голосуют люди, читающие, знающие и понимающие, что происходит. Довольно часто сейчас с помощью небольших таких поддачек у пенсионеров склоняют голосовать за партию власти. Хотя абсолютное большинство понимает, что партия власти завела в тупик. Но если сейчас взять... Я вот недавно спросил, кому труднее всего живется? Спросил руководителя крупнейшей Сибирской области. И мне ответили. Сказали молодежи. Я спросил, почему? Я согласен с этим. Если взять Кавказ, из 8, из 10 молодых людей 8 не имеет работы. Если взять вот в целом страну, в прошлом году миллион окончила вуза, в этом году 800 тысяч. На одно рабочее место 17 заявлений. Если взять предприятие, все растащили, молодежи не достанется. Землю вы уже не получите ничего, уже тоже все вроде приватизировано. Надя Андреевич, ты спрашиваешь сейчас, каков процент, потому что социологи, не ваши, да, не партийные, а социологи независимые называют, 7%. 7% это молодежь в рядах компартии. Насколько вы согласны с этой цифрой? Получается, что и в вашей компартии места мало молодежи. Тогда берем верхний эшелон руководства. Поэтому лучше виднее. Руководство. Председатель, два заместителя. Дальше идут секретари. Секретарь по делам молодежи Афонин. 34 года, 10 лет депутат Тульской государственной думы, сам пробивался. Отличный, умный, серьезный молодой человек. Сейчас провел 41 встречу молодежи по всей стране. 100 тысяч готовят только на контроль на выборы. Следующий секретарь по идеологическим вопросам, Новиков, с Дальнего Востока, преподавал ученый, блестяще знает теорию, 40 лет. Работает уже 4 года, великолепно работает, хорошо знает. Взять секретаря по вопросам национальной политики, Тайсаев. 44 года, благодаря серо-сетинскую республику. Я вам передаю, Рашкин, у нас орговик, около 50 лет, покорил все семитысячники, мастер международного класса по альпинизму. Могу и дальше называть. Калашников по международным делам. Волголял крупнейшую молодежную организацию Тольятти. 45 тысяч одних комсомольцев было. Сейчас первый замкомитета по международным делам. Очень грамотно подготовлен. У нас в основном сейчас приходит молодое здоровое племя. И мы каждому поставили задачу. Каждый депутат имеет обязательно помощника молодого, обязательно женщин, обязательно людей, хорошо знающих экономику, юриспруденцию и правоохранительные органы. Тогда прямо на глазах подрастает новая смена. С этим понятно. Остается всего несколько минут. Я обещал вам, что мы все-таки поговорим о второй волне кризиса. Ваш комментарий на эту тему, Геннадий Андреевич? Кризис провалили 200 стран. За прошлый год прибавляли только 12. На первом месте Китай 10-12%. Дальше идет Вьетнам 6-7%. Довольно устойчиво Белоруссия. Ей помогать надо. Белорусский машиностроительный цех весь работает. Он нам по зарез нужен. И когда они просят 3-5 миллиардов, надо давать, мы даем под свою технику. 700 с лишним миллиардов отвез в американские банки Кудрин из допрезервов. Вместо того, чтобы дать срочно Белоруссии, получить от них хорошие трактора, неплохую технику и остальное. Сегодня Америка не залатала свою финансовую дыру. Вы видели то, что у них происходило. Европа лихорадит из такой силы. Китай не может один тащить все это, хотя довольно усиленно занимается. У нее инфляция к 6% подошла. Решения финансовых проблем не нашли. Капитал пока отказывается. Подчиниться политикам, которые видят главную причину. Что касается России, мы глубже всех и мы слабее всех. И когда говорят, что у нас будет тихо, если не будут нашу брать нефть, металл, газ и прочее, а если там свертывается производство и цена будет опускаться, у нас нечем наполнять бюджет. У нас полупустой пенсионный фонд. Мы сразу проваливаемся. У нас не работает свое производство. Я говорил Путину, вложите из 500 миллиардов резервов 300 миллиардов реальной производства. У нас это станет. Тогда вам не возьмут ваш металл, вы его запустите на внутренний рынок. Если хотите, развивайте кораблестроение. Оно съест 20% металла. Вы поощрите все стройки, запустите их на полную катушку. Это весь кирпич, семент, фаянс, металл и многое другое. Ведь в многих областях 5 фундаментов, ничего не строят. Вы поощрите своих людей, вы дайте им по 30-40-50 соток, многодетным дайте матерям, дайте и так далее. Вы 40 миллионов предусматривающих участков одним распоряжением отдайте людям и перестаньте над ними издеваться. Простейшие решения, известные всему миру и так далее. Ничего не делают. Просто поразительно. Поэтому если там тряханет, мы будем еще ниже. Если хотят посмотреть эту судьбу, пусть едят в Прибалтику. Кичились, ездили на заработки, их сейчас всех выгнали. Они не нужны в Европе. Там нет рабочих мест, там нет лишних денег, там нет желания кормить лишние рты. Ни у Германии, у Франции, ни у других. Вы это все видите. У нас положение-то хуже. У нас вся инфраструктура, производственная база изношена. У нас миллионы километров, на которых стоит сторона труб, 700-800 тысяч находятся в полуаварийном состоянии. Это видно по самолетам, по вертолетам, по тонущим кораблям. Это идиот уже видно. Я поражаюсь. Почему? Почему? Держат такой состав правительства, который не в состоянии решить ни одной задачи. Все время пиаром занимаются. Пиаром можно руководить до поры до времени. Пока у тебя не взрываются ракеты, не валятся вертолеты и не тонут корабли. Еще пиаром можно. Иногда думают, вот сейчас. Пиары, некоторые думают. Зачем иметь умных министров? Мы изобразим, что власть эффективна. Но пока у вас была толстая машина за счет нефти и газа, еще можно было из вас изображать толковых людей. Тогда можно было на самолетах кататься, в подводных лодках плавать и нырять за амфорами и так далее. А сейчас надо принимать текстное решение и развивать свое производство. Прежде всего продовольствие, прежде всего машиностроительного комплекса. Если у вас нет машиностроения, электроники, робототехники, приборостроения, ваша Сколково – это дискотека на кладбище. Я только что приехал из Новосибирска. Супер классный городок. Восьмое чудо света. 20 институтов мирового уровня. Я вчера обращался к президенту. Дайте туда хоть третий год от Сколково и профинансируйте. Они вас завалят инновациями за 3-4 года. Великолепно. Еще сохранили базу. Геннадий Андреевич, спасибо за то, что вы нашли время, чтобы прийти в нашу студию. Я вас благодарю. Спасибо за ваши эмоции и ваши комментарии. Серьезные и интересные беседы. А вам удачи в интересной собеседнике. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!